приветствую всех кто заглянул на мой канал ну что друзья я опять пришла в свой огород у нас так холодно вы не представляете вот смотрите у меня как хорошо прижилась турецкая клубника вот смотрите даже тут начали ягодки ну в общем я очень рада что по крайней мере не зря везла в такую даль листочки некоторые конечно с боков вот видите вот такие они опустились зато вот эти свеженькие смотрите вот они уже стали появляться вот смотрите вот этот как только будет два свежих вот этих листочка из сердцевины я вот эти все по бокам старые удалю вот смотрите вот тоже ну в общем эксперимент я не знаю конечно насколько она будет продуктивной но по крайней мере не зря везла у спадет смотрите тут какая-то штучка у меня по полезно видите вот эти маленькие это я уже из турции завезла ну а также видите сердечко все начала так здесь пока нет ну в общем с клубника все замечательно так сейчас друзья пойдем мою тепличку покажу вам температуру а также хочу сейчас из теплицы убрать эти перцы то есть нет смысла уже их держать теплицы так как в теплице такая же температура как и на улице сами видите вот у меня ведь она какая вся уже в сеточку в дырочку тепло не держит хотя вот томаты друзья смотрите все больше и больше увеличиваются и увеличиваются пасынки прут со всех сторон вот так опять свои томатики показываю вот сколько пасынков тут наросло в разные стороны и главное не высоту а все в бок видите ну короче как я вам и сказала не буду его удалять пока он сам себя не удалит тут сколько томатиков уже во всю так что все таки томат это такое живучее растение чем меньше за ним ухаживаешь тем лучше мне кажется он растет так вот все заговорилась тут температура сейчас друзья опля вот температура у меня какая сейчас в тепличке вчера когда я быстро приходила в огород было всего 9 градусов смотрите какие мне сидираты сидираты тоже будут перерубать а иначе они у меня не объяснение перегниют вот хотя здесь очень хорошие вот эти семена были смотрите она зеленая шикарная листва но вот эти перцы я сейчас друзья буду убирать и буду уже вот эту сторону вот эту грядку готовить ведь у меня там сорняки наросли в общем тоже эту сторону я буду подготавливать к следующему сезону сейчас насыплю сюда новый мешок земли все перекопаю и единственное что триходерму конечно я не смогу сейчас здесь заселять как вот в этом ряду мы с вами уже это я вам показывала много раз эксперимент проводила с триходермы как она мне тут прекрасно поселилась но тогда было очень жарко а сейчас у нас колотун и поэтому конечно триходерма здесь уже не поселится но тем не менее уберу все сорняки по крайней мере и перемешаю снова землей а вот этот кустик друзья я пересажу в горшок и утащу домой не буду его выбрасывать это маленький пусть и компактно так что знаете сейчас я удалю и вам покажу а также друзья тур тот томатик что вместе с вами мы бы капают с улицы вот эту рассаду одну я убирала сейчас я вам покажу вместе с вами вот с этого места томат хотя те эти смотрите еще до сих пор живут несмотря на холод вот так кто томатик у меня прекрасно себя дома чувствует по крайней мере еще не погиб ничего и даже корешки появились так смотрите-ка кабачок несмотря на холод увеличивается так что я значит его пока трогать не буду хотела сегодня тоже ведь к вечеру все убрать но нет пока все-таки оставлю видите у нас тут-то солнце выглядывает то опять тучи темно ну что друзья пойдем сейчас пойдемте вместе со мной срежем эти перцы и посмотрим сколько там на них друзья так же как и на в открытом грунте я не буду с корнем выдирать эти перцы я просто их обрежу сейчас я вам покажу под корень а корни оставлю в земле и вместе с вами посмотрим сколько у нас перчиков получилось так сейчас я Вот, друзья, некоторые перчики даже начали краснеть. Смотрите, сейчас покажу вам, сколько их получится у меня тут. Так, пойдемте вместе к столу и будем вместе с вами смотреть, сколько перцев. А пока, смотрите, еще что покажу, друзья. Пока шла из магазина, господи, из дома в огород, через магазин я всегда хожу, я вам там показываю. Вот, уже задарили мне полотенчика, там какая-то акция была, вот из копа. А также банку пива с алкоголем, но я отдала ее, вот, там, своей африканской подружке. Она любительница пива и алкоголя. Я это не пью. Вот, без... Чтобы мне было потепло уйти, я всегда иду через супермаркет. И там постоянно какие-нибудь розыгрыши или еще что-то. Вот, полотенчика задарили и банку пива. Кто пьет, да вообще прекрасно. У нас частенько в этом копе, в большом супермаркете, какие-нибудь там проходят акции. Вот, смотрите, уже начал даже краснеть перчик. Так, если сейчас быстренько-быстренько... Кто хочет побыстрее смотреть, можете включить на ускоренное видео. Я иногда тоже длинное видео, когда хочется мне их побыстрее посмотреть, я включаю на 1,25 или на 1,5. Вот, это получается ускоренное видео, не так нудно. Так что вот, друзья, вот, один букетик уже все. Положу сюда так и следующий сколько у нас? Ну, так много получилось перца. Жалко, конечно, что холодрига наступила и надо все убирать. С двух кустиков все-таки, если бы было тепло, и мне кажется, этот перец как бы он... Я же вам рассказывала, что его съела, господи, съели... Как их называют, уже забыла. В общем, поеден он был у меня этими всякими улитками. Вот, вспомнила, господи. Совсем уже память все. И он у меня долго-долго стоял, не восстанавливался. Ну, видите, уже восстановился, но поздно, когда уже начались холода. Все. Этот букетик тоже все. Так. Ну что, друзья, вот, смотрите, сколько перца. У меня с двух кустиков. Только вопрос, что мне с ним делать. Друзья, как думаете, напишите, что мне делать с этим перцем. Какой-то, наверное, скорее всего, поспеет. Вот, видите, уже краснеет, а зеленый даже не представляю, что с ним делать с таким количеством. Буду продолжать работу в огороде. Вот у меня тут еще этот кустик, что я вам и говорила, один остался. Но я его сейчас выкопаю и посажу в какой-нибудь горшочек литра на три. Я отнесу домой. Вот. И вот эта грядка у меня уже в теплице будет пустая. И сейчас доложу сюда земли. Ну, в общем, буду заниматься сегодня этой грядкой. Вот. Как вам и сказала, кабачки пока оставлю. Все-таки они вот хоть такие молоденькие, но пока растут. И также свеклу. Ягод, смотрите уже, друзья, несмотря на холод, сколько красненьких ягодок. Вот, если там покопаться, то можно еще красненьких ягодок пособирать. А также вот эту свеклу буду, конечно, отсюда убирать. Так как, ну, она вообще уже тут сидит. Вот, смотрите, что от нее. Никакого, конечно, толка от нее не будет в такую погоду. Пока кона здесь, вот это моя африканская соседка. Я тут вот перцы, например, сейчас которые срезала. И, ну, в общем, у нее там компост этот, ящик большой. И я все к ней тащу. Свеклу, конечно, я к себе положу. А вот такие всякие большие ветки, все она мне сказала, что я могу к ней. Так как сами видели, у меня компост совсем этот, как сказать. Ну, в общем, малюсехоньки. Нету в нем места. Вот, видите, этот ящичек. И я уже его весь забила домашними всякими отходами. Сейчас землю еще сверху подложу. А также, друзья, сейчас срежу вот этот, я думаю, или, может, уже завтра, вот этот острый перец. Вот, смотрите, сколько его тут. Видимо, невидимо. В общем, на октябрь еще пока работа есть. Сегодня уже не так холодно, как вчера. Так что буду продолжать работу в огороде. Ну, а на сегодня все, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. А я буду продолжать работу. А также буду сеять сейчас опять землю. Потом мне надо будет отдавать вот эту сеялку. И этот чан, в общем, емкость этому моему соседу. Так что сейчас буду заниматься делами от друзей. Спасибо.